Мы продолжаем выпуск. В мае текущего года в Майкудуке был застрелен молодой парень. Расследование по данному делу продолжается. На сегодняшний день двое подозреваемых в убийстве находятся в изоляторе временного содержания. Накануне прошло второе слушание по делу убийства 17-летнего Асхата Тажиева. В непростой проблеме разбиралась Мирамгульсал Кимбаева. Напомним, 24 мая текущего года в Майкудуке застрелили 17-летнего парня. Долгое время мама обвиняемого не давала проходу родителям погибшего Асхата. Просила простить его 18-летнего сына. Вот уже почти полгода прошло с того дня, когда Жайла Тажиевой сообщили о трагической гибели ее сына. Она до сих пор не может понять, кому и чем так сильно досадил ее 17-летний сын. Ведь он, говорит убитая горем женщина, даже и мухи не мог обидеть. Ребенок был у меня любитель спорта. Он послушный мать был. Он никогда нам ничем не обижал нас. Напротив слова не говорил никогда. Мальчик хороший был у нас. И как могли его таким образом расправиться с ним. Вот как могли его позвать из дома и расстрелять. Семья Тажиевых с Алматы переехала в 2005 году. После окончания девяти классов Асхат поступил в политехнический колледж. На протяжении своей короткой жизни он достиг немалых высот. Занимался теннисом, борьбой. В следующем году он бы закончил учебу, однако судьба распорядилась иначе. 24 мая около пяти часов вечера Асхат вернулся с колледжа. Как рассказывает мама, на телефон поступил звонок, после чего он быстро выбежал на улицу. На спортивной площадке его ждали шестеро мужчин на автомобиле ВАЗ-2110. Один из них вытащил из машины ружье 16-го калибра и совершил два выстрела в грудь подростка. Ружье было найдено в подъезде одного из близлежащих домов. ВАЗ скрылся с места происшествия, подросток скончался по дороге в больницу. 24 мая, в 5 часов вечера он с занятий пришел, с колледжа пришел. Пришел, и кто-то позвонил, перейдил телефон, и его позвали туда. Он просто на ногу сланцы надел, побежал. И там его ждал человек 80, говорит. И на машине какой-то там парни ждали его. Когда он застрелил его, и он позвонил, говорит, кто это, кому-то позвонил телефон, говорит, я с ним расправился. А он, говорит, соседний подъезд, выкинь ружье и сам убегай. Состоялось второе слушание по делу 17-летнего Асхата Шумукова. По желанию обвиняемой стороны нас попросили не присутствовать на судебном процессе. На сегодняшний день двое подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания, и никто не знает, насколько затянутся судебные разбирательства. Но мама погибшего Асхата желает лишь одного. Я хочу одного, чтобы все было по закону. Почему тот, кто убил моего сына, должен ходить на свободе? Его мы никогда не простим. Это уже второе слушание, пока все идет по закону, и хотим, чтобы и в дальнейшем все было так. По словам Жалая Гульта Жиевой, все подозрения падают на то, что убийство Асхата заказное. Потому как на лице и теле не было ни одной царапины. Но мы, в свою очередь, надеемся, что суд примет правильное решение по отношению обвиняемого. Ведь этот противозаконный поступок не должен оставаться безнаказанным. Первым Гульсал Кимбаева, Толиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания «Галакси Групп» с торговой маркой «Алюгал». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».